Добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать о плюсах и минусах дверей Порта Прима. Мы поставили в P44T распашную дверь с двумя створками по 60 см и две двери по 80 см. Сначала расскажу о минусах, потом о плюсах. Царапина на поверхности двери. Нам предложили купить карандашик Леруа Мерлене для того, чтобы ее замазать. Нижняя петля установлена криво. Здесь видна накладка. Царапина на коробке. Часть петель установлена вверх ногами, то есть название перевернуто. Дверная ручка поцарапана в самом видном месте. Царапина на петле. Внутренний дефект стекла. Этот же дефект, но с другой стороны. Особенно хорошо он виден вечером, когда горят люстры. И меньше при дневном освещении. Замок установлен только сверху, а снизу такого замка нет. Даже если бы он не закрывался, его все равно нужно было поставить. Декоративные заглушки не установлены. Хотя в других местах они есть. В верхней части расстояние между наличниками составляет 4 см. А дальше оно увеличивается. То есть щель между дверьми неравномерная. В середине она составляет 4,5 см. Дверь открывается не на 180 градусов. Все дело в том, что ее полному открытию мешает декоративный наличник. Плоскость установки выбрана неверно. Поэтому дверь, когда открывается, она ударяется в этот наличник. И дальше уже больше не открывается. Этого можно было бы избежать, если бы плоскость установки была выбрана правильно. Таким образом, между дверью и стеной остается еще 20-25 см. Причем эти углы открытия несимметричны. Для другой двери этот угол еще больше. То есть когда двери открыты, они открываются несимметрично. Поцарапан наличник. Если на одной двери острые углы срезаны, то на другой двери они острые. То есть если провести пальцем даже поверху двери, например протирая пыль, то можно поцарапаться. Из-за расположения дверных проемов вплотную к стене пришлось срезать наличник практически наполовину. В результате он выглядит несимметрично и некрасиво. С одной стороны он полноразмерный, а с другой стороны он примерно наполовину или на треть. Своей полной ширины. При этом здесь также видна кривизна стены, естественно. Немножко спасает ситуацию то, что часто мы двери держим открытыми, и поэтому данный дизайнерский недочет не особо заметен. Мы просили устанавливать двери без данных наличников, чтобы это не бросалось, асимметрия в глаза. Но мастер-установщик настоял на том, чтобы мы докупили дополнительные доборы и поставили именно так, как это сейчас выглядит. Не было чистовой отделки. То есть вся грязь, пыль от разрезания всех этих ДСП-шек и ДВП-шек осталась на поверхности. И нам приходится тратить время на то, чтобы как-то это все убрать. Непонятные дырки. Шестовая отделка проемов для замков не выполнена. Линии, нарисованные карандашом, не убраны, не стерты. Дверь в пятнах. Надеюсь, нам удастся их оттереть. Плоскость верхнего крепления не совпадает с плоскостью дверной коробки. Плинтуса обрезаны с царапинами. Мусор не убран. Наличники поцарапаны. Стоимость установки составила 14 820 рублей. Вынос мусора мы не заказывали. В следующем видео вы узнаете, как работают по гарантии Порто Прима. По крайней мере, у них есть обзвон после выполнения заказа, в котором они интересуются качеством. Мы уже отправили заявку. Надеюсь, что нам устранят выявленные недостатки. А сейчас о плюсах данных дверей. Двери, по сравнению с теми бесплатными, которые у нас были от муниципального ремонта, выглядят дорого, богато. Цвет удачный. Есть достаточно широкий выбор в каталоге разных моделей, вариантов оформления. Массив отделан натуральным шпоном. Хорошие петли. Мы выполнили их в открытом, а не скрытом варианте для того, чтобы была рифма с ручками. Широкий выбор ручек. Мы выбрали ручки бронзового оттенка с плавными линиями. То есть, от них сложно травмироваться. Пластмассовый язычок мягко закрывается и без шума практически. Обращаю внимание, что вот эта вот небольшая пластиковая вкладка еле заметная хорошо светится в темноте ночью. То есть, она флюоресцентная. Поэтому позволяет ориентироваться, если в комнате у вас тепло, где двери. Двери установлены ровно, симметрично. Закрытие плавное, бесшумное. небольшая щель оставлена только снизу. Дизайнерское оформление наличников и тон, оттенок наличников совпадает с тоном и оттенком дверей. То есть, визуально, несмотря на то, что они сделаны из разных материалов, натуральный шпон и МДФ, выглядит все очень хорошо. И замечу, что здесь не косой угол, а прямой. То есть, он хорошо гармонирует с этим рисунком, с таким решением. Поэтому это правильное решение. цена-качество Сами двери обошлись нам в 70 тысяч рублей. Вот, этот товар не повседневного спроса, так что сравнивать сложно по соотношению цена-качество. То есть, резюмируя, можно сказать, что сами двери в целом неплохие, но качество их установки можно, конечно, улучшить. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы узнать, как работает с претензиями Порта Прима. Порта Прима.